Вопросы задавать не буду Ну так бывает, мы говорим и потом не всегда следуем своего слова, но через Иисуса Христа мы все равно имеем благодать. Аминь. Из книги Иезекииль, 34 глава, 26 стих. Дарую им и окрестностям холма моего благословения. И дождь буду не спосылать в свое время, и это будут дожди благословения. Через Господа Иисуса Христа мы получаем дожди благословения. А какие условия? Книга Исход, 19 глава, 5 стих. Итак, если будете слушать Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. Исход. Второзаконие, 28 глава. Если будешь слушать Глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слышать Глаза Господа. Слава Богу, что мы избранные, что мы дети Божьи, что мы стремимся слышать голос Бога нашего и исполнять уставы, постановления. И первое письмо Коринфянам, 3 глава. Начинаем с 9 стиха. Ибо мы соработники у Бога, и вы Божья Нива, Божье строение. Мы Божье строение? Аминь. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? И каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, которое оно есть. Мы имеем дело, и мы строим Божье строение, где живет Дух Святой. Дальше читаю. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Разве вы не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И мы, имея в себе Дух Божий, стремимся исполнять заповеди, постановления, и в том числе почитать Господа своими десятинами пожертвованиями. Почему? Потому что Бог сказал, что мы свет мира. Мы об этом пели сегодня. Слава Богу, что мы имеем обеспечение от Господа, и можем благодарить Его, и приносить в Дом Божий то, чем мы хотим Его почтить. Давайте зажмем в свои руки то, что мы можем принести Господу, и помолимся. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, возлюбленный наш. Спасибо тебе, благословляющий, очищающий, исцеляющий, дарующий все, что мы имеем от тебя. И поэтому позволь, дорогой Отец, почтить тем, что мы приготовили. Спасибо тебе, спасибо тебе, что ты размножаешь наши посевы. Спасибо тебе, что ты нас обеспечиваешь, наших детей, внуков, наши семьи. Спасибо тебе, что защищаешь от всяких врагов. Слава, слава великому Богу. Слава, слава царю царей. Спасибо тебе за все. Мы будем почитать и прославлять имя Твое. Ты достоин хвалы во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава, слава великому Богу. Слава, слава великому Богу. Пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог так велик. Слава, слава великому Богу. 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 И в страхе и вверх нет тьма От голоса Его, от голоса Его Наш Бог так велик, поль со мной Наш Бог так велик, пусть видят все наши Наш Бог так велик, поль со мной Наш Бог так велик, пусть видят все наши Наш Бог так велик, пусть видят все наши Наш Бог так велик, пусть видят все наши так велик. Имя выше, имя выше всех, Иисус, тихо, и настояло, сердца мою наш Бог так велик. Имя выше всех, имя Твоё! Имя выше всех, Иисус, тихо, и настояло, сердца мою наш Бог так велик. Имя выше, имя выше всех, Иисус, тихо, и настояло, Иисус, тихо, и настояло, Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok